Добрый день, с вами Станислав Орехов, я дизайнер и в этом видео хочу рассказать, сколько на самом деле получает дизайнер интерьеров, ну и на самом деле сколько вы будете получать, когда начнете работать в этой профессии, либо продолжите, перейдете на следующий уровень. Начнем с самых азов. Первоначально базовая ставка дизайна интерьера это 30 тысяч рублей в месяц. Это цена по Москве, если вы работаете в регионе, то эти цены могут быть абсолютно любыми, потому что они будут зависеть от того, какова средняя зарплата среднего специалиста. Почему это так? Ну потому что дизайн это такая же профессия, как и все остальные и ставки там поднимаются не с желанием каким-то и не с того, что это самая лучшая профессия и надо творческому процессу и творческому человеку просто больше платить. Совсем нет. Платить вам будут как рядовому специалисту, если вы выполняете рядовую работу, допустим, делаете планировки, подобраете мебель. Если вы уже дальше идете, если вы общаетесь с клиентом, если вы делаете подбор мебели, если вы сами ведете проект, то есть вы уже научились не только делать работу, но и управлять процессом, то соответственно цена повышается. И вам уже будут платить 40-60 тысяч рублей, если вы работаете на кого-то в офисе, то есть приходите на работу и делаете заказы, делаете задания, но клиентов вы сами не привлекаете, пока вы работаете как будто у кого-то в студии. Ну и третий вариант, когда вы еще дальше растите и когда уже растите в себе навыки, и когда вы уже можете, и когда вы уже сами управляете процессом. Вы берете, может быть, даже себе помощников, вы являетесь ведущим дизайнером, который не только делает сам продукт, не только общается с клиентом, но и управляет стройкой, управляет комплектацией, то есть вы такое самостоятельное звено, которое ведет все от начала до конца, и помощь вам в принципе не нужна. В этом случае это должность крутого ведущего дизайнера, либо даже уже арт-директора, когда вам даже молодых специалистов будут давать, и вы их будете развивать, вы их будете вдохновлять, и вы их будете контролировать, и ошибки показывать, и ругать, и хвалить. То есть это такая должность уже руководителя, да, мастерской в профессиональном плане. Такая должность стоит 80-100 тысяч рублей, и такие должности есть, как правило, в крупных студиях, ну, либо в студиях, у которых очень хорошие заказы, бизнес плюс, там, или премиум клиенты. Поэтому сразу дорогие заказчики, да, если вы идете не в премиальную студию, то вам будет делать средний дизайнер, скорее всего. Если идете в крутую студию, то вам будут делать, скорее всего, крутые дизайнеры с помощниками. Так устроен рынок. Итак, давайте утвердимся. Первое. Начинающий, стажер, базовая ставка 30-40 тысяч рублей по Москве. Хорошая ставка для среднего дизайнера, это 40-60, и далее 60-100 тысяч, это ставка крутого специалиста, который ведет проекты, управляет процессом, и еще сам общается с клиентом. Все, утвердили, сделали. Вторая часть, давайте немножко камеру поменяем, ракурс, чтобы нам веселее было здесь. Здесь вторая часть, что хочется сказать, это представьте все то же самое, абсолютно все то же самое, но вы еще самостоятельно привлекаете клиентов. В этом случае вы работаете не на работе, а вы работаете, по сути, на себя. Это самостоятельный бизнес. И вторая часть деятельности у нас будет заключаться в том, что кроме того, что вы делаете саму работу, на ваши плечи еще переходят и создание сайта, и административная работа, и управление, и договоры, и встреча с клиентами, подписание контрактов, отслеживание, чтобы ваши деньги были на месте. Найм сотрудников, выплаты сотрудникам, на кассу с банковской карты. В общем, очень много административных вещей и административных проблем, с которыми вас полностью снимают, если вы работаете на кого-то. Но не забывайте, если вы работаете на кого-то, вы минусуете от себя, от своей прибыли примерно 50%. Но здесь каждый должен сделать выбор для себя, будете ли вы больше развиваться в своей профессии, делать больше проектов, и делегируете вот эту часть работы вторую, либо партнеру, либо в компанию, и откажетесь от 50% прибыли. Не будете стремиться все деньги здесь заработать, а будете делать свое дело. Либо вы будете работать все-таки сами, и это выбор каждого. Здесь нет правильного способа, здесь есть только вот, либо ты идешь в человек, который сам себе делает заказы, сам общается с клиентами, либо ты устраиваешься на работу и работаешь в рамках этой корпоративной структуры, получая меньше денег за ту работу, которую они берут на себя. Но вы можете делать больше проектов и, соответственно, возможно, получать больше денег, если будете расти по карьерной лестнице. То есть два стандартных пути – рост по карьерной лестнице и рост самостоятельного бизнес-специалиста. Выбор будет у каждого свой. Теоретически, рост в бизнес-специалист, он, конечно, более перспективен, потому что там не ограничено практически ничем ваш рост, и когда вы привлекаете клиентов, вы просто учитесь другим навыкам, и эти навыки получаются у вас, если хорошо, то у вас будут клиенты, будут заказы и будут исполнения. Сколько здесь можно получать? В два раза больше. То есть начинающий специалист может получать 50, 60, 70 тысяч рублей, если только начинает и сам привлекает клиентов. Опытный специалист, ведущий дизайнер, который все делает то же самое, делает на профессиональном хорошем уровне, ведет комплектацию, ведет авторский надзор, он получает 100-150 тысяч в месяц. И уже компания, если вы организуете себе помощников, если вы берете себе подрядчиков, если вы уже управляете проектами и процессами, и у вас есть и постоянные клиенты, которых вы привлекаете, и подрядчики, которые это делают, то вы сможете получать в студии 150, 300 и даже 500 тысяч рублей в зависимости от того, как вы наладите дальнейшие услуги и дальнейшие работы со строителями, с реализацией, с комплектацией. То есть это уже следующая часть. Вот такие ценники. То есть не важно, в какую профессию вы идете, будь это дизайн интерьера, будь это просто дизайн, будь это любая другая деятельность, цены они примерно такие же. Вопрос не в цене, не в том, сколько кто зарабатывает, а в том, кто как разобрался в этой теме и кто насколько специалист. Как только вы становитесь специалистом в какой-то профессии и идете по частям, которые позволяют вам самому как специалисту быть лучше и делать более качественные проекты для клиента, делать их быстрее, делать их более классные проекты брать и оказывать услуги для клиентов и получать рекомендации, а также привлекать клиентов через социальные сети, через рекламу, как только вы этому учитесь, так и растет ваш доход. Вот никакого другого способа нет. В общем, к чему я все это? К тому, что начинать можно с любой позиции, но дальше самое важное, как можно быстрее разобраться, куда вас больше тянет. И смотреть где и сколько вы будете получать, не от того, сколько вам будут платить, платить вам будут всегда столько, сколько вы заслуживаете. Поэтому, если мы говорим о цене или кому-то сейчас мало платят, если кому-то сейчас мало денег, это вопрос не к тому, что рынок упал, не к тому, что работодатели жадные, а к тому, что вы просто на данный момент, к сожалению, больше не заслуживаете. Даже если вам кажется недооценивают, это все равно ваша вина, потому что вам нужно внутри себя воспитывать характер и делать так, чтобы вам хотелось платить больше, чтобы люди работали с вами и мечтали заплатить вам те деньги, которые вы сами назвали. То есть становиться экспертом. Подумайте об этом. Надеюсь, это видео вам понравилось. Читайте подробное описание. Я дополнительно цифры дал текстом, а на видео хотел просто немножечко эмоционально прокомментировать и дать немножечко взгляд с другой стороны. Если видео понравилось, ставите лайки, делитесь комментариями, пишите, записывайте ли еще такие видео, и если да, продолжим этот эксперимент. С вами был Станислав Орехов. Делайте крутой дизайн, становитесь замечательными дизайнерами, зарабатывайте столько, сколько вы хотите. И тогда будет все так, как вы планируете у себя в жизни. Развивайтесь, и тогда будет у вас успех. Продолжение следует...